Субтитры создавал DimaTorzok В Киеве оказался пригород Берлина Баббельсберг, известный своим богатейшим архивом кинофильмов. Вся коллекция была изъята и вывезена из Германии, чтобы стать основой собрания, созданного впоследствии Госфильмофонда СССР. ЦК поручил Министерству кинематографии СССР отобрать и предложить часть трофейных картин для выпуска на экраны страны. Перед министерством была поставлена важнейшая социальная задача – отвлечь население от трудностей и лишений послевоенных будней. Не сбрасывался со счетов и экономический фактор. Кинопрокат должен был стать серьезным источником пополнения бюджета страны. Из огромного массива трофейных кинолент отбирались прежде всего комедии, мюзиклы и приключения, не противоречащие требованиям цензуры. Все картины, вывезенные из Германии, были включены в коллекцию Госфильмофонда без каких-либо сведений об их авторах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Черт, сейчас уже люди пойдут. Здравия желаю, товарищ Первый! Вокзал, почта, телеграф? Срочные пакеты из столицы. И что пишут? Не могу узнать, товарищ Первый. Не подфартило тебе, что меня лично застал, да? Шо не понял. Ладно. Что-то еще? Никак нет, товарищ Первый. Тогда свободен. Есть. Анюта, ты пригласительный директорам конезаводов имени Буденова Первой конной отправила? Конечно. Звонила. Оба будут. И товарищ Храпов, и товарищ Осипенко. Вот отлично. Значит, за банкетом мы поговорим. Хотя нет, лучше пораньше. Часиков на двенадцать. Ну что, второго смотреть будешь? Но смысл есть. Никакого. Ну вот и я о том же. Трупы опознаны, причина смерти ясна. Особых примет по твоему утверждению нет, ведь нет? Нет. Ну все, я тебе верю. Слышь, Михаил Ильич, ты уверен, что этим трупом шесть дней? Ну, со швейцарской точностью утверждать не могу, но порядок, по-моему, такой. А, ты хочешь этих двоих к складам привязать? Назиста угнали перед самым нападением на склады. Не, по ранениям не то. Почерк другой. Ну да. Так что, как говорится, чем мог? Спасибо. Что-то мы в последнее время с тобой часто видеться стали, а? Егор Никитич, не находишь? В том-то и дело, что не нахожу. Поэтому и видимся часто. Так и ищешь же. Так ищу черных кошек в темной комнате. Да, Егор Никитич, ты к баллистикам не заскочишь. Я пули передам. Вот возьми. Это с Вальтера? Может быть, я в этом не спец. А что? Ну, просто у Лехи из башки Даша такую же достала. К баллистикам. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Так, третий. Аккуратней. Ну, что там эксперты? Не знаю, что там, баллистики вычислят. Но пуля от Вальтера калибра 38. Тут гадалки не ходили. Будь здоров. Спасибо. А я бы на твоем месте, Никитич, постерегся. А то попадешь в плен одной версии, потом сам не выберешься. Выводов пока не делаю. Но факт налицо. Вот вопрос на засыпку, это Грабиловка. Будь здоров. Спасибо, Егор Никитич. Так а что по Грабиловке? Мы все округа ползали. Не знаю. Вопрос. Если те, кого мы ищем, такие упакованные, что оружие не взяли, то почему мародеры им побрезговали? Правду сказал. А вы это что, хором заболеть надумали? Ай, пыль будь она. Старые дела роем. Армен просил. Мне кто-то Каленый его интересует. Слыхал? Каленый? Каленкин Виктор Анатольевич. 1903 года рождения. В Ростове с 1931-1932 года. Последние дела. 1932. 3 года. 165-е. 1936-е. Разбойное нападение. Бандитизм. Убийство. Десятка. Из лагеря бежал. Потом снова попал и снова бежал. Еще до суда в составе группы, перебив конвой. Потом создал банду. Сорокова мы на него вышли. Многие повязали, но Каленый ушел. Так что Армен этот Каленый? Да подробностей узнать времени не было. А что-то Сорока ему принесла. О! Армен, он где у вас черти носит? Ой, горожан, извини. За посылкой заехал, да? А что, уже оврал? Ну-ка скажи, чем тебя этот Каленый заинтересовал? Знаешь, перед самым налетом на склады, в одном притоне один щипач Кликуха Рябой продулся в буру, да? Рябой? Ну, ну, продулся Рябой что? Слушай, стал в долг просить. Мол, под какую-то долю, с какой-то деляги, в которой он как бы вроде и завязан, да? И что бы вы думали? Ему дали. А Каленый тут при чем? Такара тот, который Рябому долю должен. Каленый есть. То есть, в долг дали под Каленого, да? А вот тебе бабка и Юрий в день. Ай, дамы, молодца. Даже по щипачам не за так намылились. Рябой и Каленый. Эй, на Каленого что-нибудь нарыли? Ну-ка, доделаем. Мы осознаем, каков уровень принятия решения. Согласен с вами безоговорочно, Семен Михайлович. Вопрос персональной партийной ответственности. Как же иначе? Так мы как раз собрались с товарищами. Непременно-непременно. Всего доброго, товарищ маршал. От товарища Буденова вам, Иларион Тимофеевич, персональный. Спасибо. Говорит, надеюсь на моего друга. Вот как. Так мы разделяем, товарищ первый секретарь. Ну, все же понятно, Москва. Всесоюзный подрон. Непаран чихал. Но главное, будут же шконзаводы, которые не находились на оккупированной территории. И что? Вот, Иларион Тимофеевич в прошлом году дал рекорд по шерсти сальского мериноса. Всем КГ с головы. Так кто же овца, Прох Петрович? А мы же конья. Не, ну, конечно, красавцы, резвые, строение, мучное. Недаром же имена и Буденовские, но только два года не испытаны еще. А чем московские подроны не испытания? Сам маршал будет. Может, кто еще выше. А потом, если в сборную союзу возьмут, так это ж звезда героя соцтруда. Овчинка в уделке стоит. Но не знаю. Не уверен я. Не знаю. Эх, или грудь в крестах, или голова в кустах. Даешь команду завода имени Буденного? Вот, Казак, вот, генерал, ай, молодца. А ты, Храпов, жизнь проспишь. Не уверен я. У Илариона Тимофеевича и кондиции получше будут. Ему и флаг в руки. Ну да, и в жопу якорь. Спасибо тебе, Храпов, за доброе напортие. Анна Антоновна, зайди к нам. Прох Петрович, распорядиться надо бы. Условия на ипподроме сорганизовать. Команду расселить? Ты ка, Яша, я занимаюсь. Анна Антоновна, свяжись с нашим ипподромом. Тренировочный сбор для команды завода имени Буденного. Шеребцы двухлетки, десяток, пусть обеспечивают. Значит, с завтрашнего дня и по пятницу. А там уже покорять столицу. Да, Анна Антоновна, свяжись с продовольственными складами от моего имени. Коням усиленный фураж. Команде боёк первой категории. Что, Храпов, не передумал? Нет, не потянут мои пока, Прохор Петрович. Ладно. Значит, Осипенков с командой в Москву. А к тебе, Храпов, начиная с завтрашнего дня, комиссия партийного контроля. Вот так. Как служба, майор? Чем занимаетесь? Да как обычно. В основном, конечно, воруют. Но если серьезнее, кое-что. Сейчас, например, разбоем занимаюсь. Нападение на интендантов. Машина интендантов, три трупа. Да. Так точно, товарищ подполковник. И как? Подвижки есть? Кое-что есть. Ну, рано пока говорить. Но информацию накапливаем. Версии отрабатываем. Ознакомьтесь. Обычная накладная на возврат груза. У нас в прокуратуре оформлялась. И эта накладная соответствует протоколу осмотра места происшествия. Машина интенданта. А как иначе? Думаю, данные в накладную с него и взяты. А вы взгляните на этот документик. Заявление заведующего склада. Товарищ подполковник, машина какая, а? А дорога? Побились бутылки? Там же указано, бой, стекло, запах. А мешок картошки тоже побился. Не совпадает количество на один мешок? Черт. Между прочим, по указу от июня сего года за подобное хищение, десятка как с куста. Это по гражданскому суду. Уж в военном трибунале. Подождите. Вы меня что, в краже подозреваете? Да это просто недоразумение. Нелепость ей богу. Готов выслушать ваше объяснение. Товарищ капитан, может сгоняют заправиться, а то до Каменска не доедет. Потом, потом, сто жди. Фамилия? Иванова. Саня, Саня, прими, гражданечка, гражданечка, пожалуйста. Дежурный по ГВД, старший лейтенант Кирьянов. Здравия желаю. Здорово, лейтенант. Мне бы повидать майора Драгуна у себя? Никак нет. В городе где-то. Когда будет? Да кто же его знает? Может, что, передать? Он точно появится? Да нет, не могу. Лично должен повидать. Ладно, извините. Итак, уточняю боевую задачу. Наша цель – Рябой. По прочим щипачам работают опера Сугро и района. Значит, общую картину не упускаем, но помогаем, если только без нас никак. Зазря не светимся. Ясно? Так. Рябовы видели только Яша и Юля. Они наши глаза. Работаем за ними парами. Армен – Мишка, Федор – я. Юль, давай еще раз, чтоб врезалась. Ну, цыганенок такой. Среднего роста, худой. Пиджак темно-бежевый в клетку. Брюки серые. Все. Ну, что еще? Глаза зеленые. Но наглые. Все. Все. Поконим. Здравствуйте. Продайте лишних лет. Спасибо. Сюда говорю, Витя. Продайте лишних лет. Витя! Товарищи, товарищи! Сегодня исключительно, поблагодарительно. Лишних не будет. Так что, просим. Семьянское поведение. Счастье Миниса и Марья Гереха. Да. Двадцать пять минут. Два этих мессера висят у него в постели. Он влево, а не за ним влево. У него, понимаешь, нет патрона. Но он выкрутился. Выкрутился, потому что он мастерский. Сергей, я не понимаю, что я не знаю, что вы меня пригласили. Настя! Настя! Привет! Привет! Ну что, есть приглашение? Как обещал. Васята! Здорово! Земеля, сколько лет не виделись, а? Э-э-э-э, э-э-э, э, парень, ты обознался, друг? Я, Коля. Извини. Вот черт. А похож. Ну, с праздничком. Спасибо, тебе тоже. Удачи. Удачи. Обознался парень? Даша, привет. Хорошо, что пришла. Привет. Мы раблатами извини. Увидимся в кино. Пусти! Полки позорные! Поговори мне еще! Принимайте медики. Я еще не делал! Пусти! Ну, что там? Ни як повязали когось? Какой-то шлемар. Решил поработать у мантов под носом. Я говорил, мама, если Бог не дал у мам, будешь кушать салону. Почетное право разрезать ленточку и открыть первый в городе кинотеатр Я хочу предоставить гостей из столицы, а, в общем-то, нашей землячке, выдающемуся ученому, врачу, победившему холеру, изобретателю и просто замечательной женщине, товарищу Ермоловой. Товарищи, позвольте от всей души поздравить всех нас с этим праздником. Мы его заслужили. Я счастлива видеть, как неуклонно и стремительно оживает мой родной город. Растут предприятия, школы, больницы, жилье. Живой пример сегодняшнего дня – первый возрожденный очаг культуры – кинотеатр «Спартак». Да здравствует наша родная коммунистическая партия! Да здравствует наш великий вождь, товарищ Сталин! По чьим мудрым руководствам мы движемся вперед к новым свершениям и победам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь Никитич, Игорь Никитич, спокойно, спокойно, Игорьичка. Что есть? Там он, на вход толчется. Хорошо. Акимыч, Армена с Яшкой к черному входу. Мишку здесь оставь на главном. Сам приходи к нам. Мы с Юлей внутри. Пойдем, Юлечка. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Зинаида Евгеньевна, Александр Иванович, прошу в машину. Ты с ума сошла? Что, я сестру не могу повидать? Даля, не делай из меня дурочку. А что из меня бандиты сделать, тебе наплевать? Ты горела с мужем? Нет, и выбрось это из головы. Садись, Боня. Что-то ему в проши стоит прислать мне милиционеров. Мне нужно защищать Липа. Я не буду к нему с этим обращаться. Боря, посигналь. Так не делай вид, что тебя это не касается. Мы в одной лодочке. Поздравляю, Прохор Петрович. Картина чудесная. Фривольная штучка. А вы, Павел Николаевич, как считаете? Мне кажется, людям понравилось. Ну так для людей и работаем. А банкет, Павел Николаевич, не поврезгуете нашему обществу? Ну что вы, Прохор Петрович, едем? Добро, тогда не прощаемся. Липа, что ты себе позволяешь? Люди ждут. И вообще. Дарья Кирилловна, как вам картина? Вполне себе миленький пустячок. Да? Мне так понравилось. Айна Стасья нандра сайту на Устадем. Ребят, о Гору вернуться не собирался, он ничего не говорил. Они с Федором Акимовичем одним жуликом занимаются. Дело не быстрое. Ясно. Ладно, всех с праздником. Яша с днем рождения. Спасибо. А подождите, а вы разве не с нами? Мы все вместе хотели отметить. Егор Никитич будет, он освободится и приедет. Мне, Юлечка, еще в госпиталь надо заглянуть. Дарья Кирилловна, заглянем, о чем разговор? Мишка, заводи Кирогас. Пойду, со вчерому поговорю. За кошелёк. Сиди, полковник, сиди. Как твои сработали? Нормально сработали, Прохор Петрович. Возможны подвижки по известному вопросу. Это радует. Я звучал ко мне на доклад. Есть. Товарищ полковник, не возражаете? Конечно, если дамы не возражают. Призрешите, товарищ полковник? Конечно, присаживайтесь. Хотел сообщить, что касается наших договорённостей, все указания дал. Спасибо, Виктор Иванович. Теперь дела пойдут гораздо быстрее. Ну, а как иначе? Я понимаю, всё первостепенность задачи. А иных у нас с вами быть не может. А вот у нас такая безопасность страны. Согласен, хотя местный уровень, конечно, столичные горизонты. Ну, не скажите, не скажите, современные вызовы, стоящие перед страной, требуют от каждого предельной собранности. Где мы с вами не работали? Враг не дремлет. Вы имеете в виду некоторые вопросы международной напряжённости? Дипломатично выражаетесь. Я имею в виду американскую угрозу, основанную на их ядерном оружии. Вы что-нибудь слышали про план «Бойлер»? Нет. Но было бы любопытно. Это Гураджан? Ну, я костру. Добрый вечер, честная компания. Добрый. Яша. С днём рождения. Спасибо, Егор Никитич. Садитесь, а то мы тут уже начали. Днём рождения. Спасибо. Егор Никитич, познакомьтесь, это наш друг детства Моня. Мы с ним всё детство в одном дворе прожили. Позавчера с войны вернулся. Вернулся. Это хорошо. Егор. Сламон. А это наш Фёдор Акимович. Моня. Фёдор. Моня. Чего припозднился, солдат? Сапёр я. Нашей войне ещё края нет. А, нашей тоже. Ну что, привет. Привет. Ну что, сиди, мой именинник. Давай, угощай голодный, как зверь. И остаграмиться бы не помешало. Сейчас всё будет, Армен. А мы уж думали, вы не приедете. Променяли нас на своих жуликов. Ну, ты скажешь, что ж. Как там, кстати, наш Рюбой? Ну как? Не колется пока гад. Это он сходу такой бурый, а он посидит, подумает. Так. Ну и что? И где наша Яшка с Мишкой? Здесь город, Джан. Сюрприз от Мишки и от нас. Ничего себе. Конечно, не барашек, но тоже более-менее должно быть. Так. Ну что? Дорогой Яков, с днём рождения тебя. Хороший ты человек, таким и оставайся. Живи на радость и себе, и нам. С днём рождения. Спасибо. С днём рождения! А помнишь, как ты в огонпатроне у фашиста спер? Ото была справа. Я чуя муляю. Особенно иди. Не скажи. Дуже ци патрони нам знадобились. Багато людей выручили. Так если мне выябать, так и уже два раза был неживой. Шкода, что Степан не дожив. О! 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 Дай Боже нам всякого счастья и здоровья, а померлим пошли Господи Царство Небесное. Ммм, арменчик, вкусно. И специя какая-то особенная есть, да? Ну и какая специя? Соль, перец, лук, все. Ты, Федор Акимович, просто давно свежее мясо не кушал. Не-не, что ты есть, что ты есть. Так это в самой коне не такой привкус характерный. Точно. Слушай, какая конина, Городжан? Это корова, говядина, да? У Мишки спроси. Да чего спрашивать? Было дело, мы в сорок втором году в тылу у фрицев застряли. Так целую неделю подстреленного жеребца ели. Конина Рубзя-100. Из грабиловки. На базаре мясо брали. Странно. Кто бы это мог быть? Товарищи, майор Драгун есть? Я майор Драгун. Слава тебе, Господи. Капитан Глебов, Фельдтигинская служба. Весь день вас ищу. Вот, посылка вам. Посылка? От кого? Не знаю. Сказали, сами разберетесь. Это неофициально. Саказии, так сказать. А как нашли меня? Это место вроде не знает никто. Начальник ваш подсказал. Ну что, садитесь за стол. Шофера вашего зовите. Спасибо, товарищ майор. Никак не могу. У меня на рассвете рейс, а мне еще человека увидеть надо. Ясно. Ну что, спасибо. Всего хорошего. Так. Что там в городе? Сюрприз, да? Сюрприз, да. Сейчас посмотрим. Егор Никитич, отдайте рукастому танкисту. Рукастому? У нас Мишаня рукастым суд дает. 163 съешь, начальник. Ложись. Смина! Юрий, быстро. Спокойно. Тоня. Я на местах оставаться. Тонкист. А ты же ж коробку с пленкой никогда не видел? Да не может быть. А? Не ошиблась? Ну ты Мишка дает. Тонкист, ты здесь все налево, а? Тонкист. Отлично. Так. А что там у нас есть? И еще. Опа. Коньячок. Ребята, разливайте. Только Мишки больше не наливать. Да отстаньте вы от него. Это тебе, Яша. С днем рождения. Ого. Каверин, два капитана. Спасибо, Игорь Никитич. Там нет за что. Дружок мой книжку нашел. Ну что, Дарья Кирилловна, танцуйте. От Сани? От Сани. Ну, Егор. А? Ну, перестань. Позови. Ну, тут еще лекарства для Лехи. А, хорошо. Ты Саня телеграмму давал? По телефону разговаривали. Что за фильм-то? Трофейный. Бранденбург. Почему 800? Юбилей города, что ли? Глянуть бы. Знал бы, где живет механик со Спартака. Разбудил бы. Петро Петрович? Так он в Спартаке и ночует. У него же дом разбомбил. Да? Да. Так сейчас и поедем. Добро. Яков. Ждем рождения тебя. Спасибо. Ура! 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 Эй, дед Браво, ты что-нибудь розумеешь? И что? Вот ты даешь. Хорошее кино не дивишься, якийсь гивно. Петро, делайте что-ну. Особенность в Бранденбург, что у нас? С бойцов сняты все ограничения, могут все что угодно, пытать убивать любого, даже женщин и детей. С этой причины бойцы Бранденбург-800 принципиально не сдаются в плен. У каждого есть ампулы с ядом, которые он использует в критический момент. Игорь Никитич, а что это было? Такое вот кино с немцами, Моня. Такое вот кино. Петро Петрович, а ты что, не один? А ты что, не бачишь? С кем-то выпивал недавно. С товарищем боевым, партизановым, разум. А что, не можно? Ну, с боевым товарищем святое дело. Так, и я про те. Сэть, ищу. Иди сюда, подивись. Да. Да, вот этот кусок. Вот этот. Угу. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Симон «Симон»!